Этой ночью екатеринбургским пожарным удалось превратить в сущие болота огромную территорию чадящих торфянников в южной части города за околицей солнечного микрорайона, которая еще накануне была сопоставима с территорией ЦПКО имени Майковского – 120 торфяных гектаров против 97 парковых. Именно такую параллель озвучил накануне в комментариях представителей регионального управления МЧС со ссылкой на оперативные данные авиаразведки. На место тления торфяника на юге города Екатеринбурга направлена аэромобильная группировка специализированной пожарно-списательной части Главного управления МЧС России по Свердловской области, а также опорный пункт пожаротушения Екатеринбургского пожарно-списательного гарнизона. Всего с источником задымления борются 9 единиц спецтехники и 49 человек личного состава. По результатам авиаразведки площадь тления составляет порядка 120 гектар. С земли разведка производится мобильная группа спасателей на квадроцикле. Для проливки очагов тления торфа от ближайшего водоема была проложена магистральная линия. Чадящий дым от горящих торфяников окутал окрестности Екатеринбурга. И с выходных превратил жизнь горожан в солнечном Мичуринском на широкой речке и в Академическом районе в дымный ад. Хуже всего пришлось тем, у кого проблемы с дыханием. К тому же из-за густого смога, повешенного над дорогами, автомобилисты больше напоминали ежика в тумане. Да и прогноз синоптиков по-прежнему неутешительный. Уральская столица оказалась в зоне антициклона. При слабом ветре концентрация вредных веществ в воздухе катастрофически нарастала. А смог над городом рассеется в лучшем случае к среде. В довершении всех бед чадящий дым от горящего торфа поднимается с глубины до 9 метров, утверждают специалисты. При таких раскладах, хоть всю воду Шиловки, с речки, больше похожей на ручей и выкачей в поля, торф будет тлеть. Тем не менее, усилия огнеборцев не прошли зря. Утренняя авиаразведка доложила, что площадь торфяного тления за микрорайоном Солнечный за ночь скукожилась в 15 раз. Сейчас площадь тления и горения тоже меньше 8 гектаров. Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось локализовать данный торфяный пожар. В настоящее время наблюдаются отдельные очаги поземного тления на общей площади около 7,8 гектаров. Тушение осложняется глубинным тлением. Для тушения задействованы специальные торфяные стволы. С наступлением темного времени суток личный состав пожарно-спасательных подразделений выставлен на окарауливание и продолжает проливку. Есть еще одна хорошая новость. По данным регионального Министерства природных ресурсов и экологии, на вчерашний день в пробах дымного воздуха в районе Солнечного превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ, волки, сесеры, диоксида азота, сажи и формальдегида не обнаружено. Аналогичные результаты поступили и по линии регионального управления Роспотребнадзора. Работы не прекращались и ночью. Для окарауливания и проливки отдельных очагов на месте работали 9 единиц техники и 11 человек личного состава. По оперативной информации на утро 12 октября происходит тление разрозненных подземных очагов на общей площади порядка 7 гектар. На месте отмечается слабый запах горелого торфа без существенного задыбления. В проливке торфяника задействована группировка сил и средств в составе 39 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны и отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.